Сегодня суббота, 27 февраля. Очень скорбный день. Сегодня годовщина гибели Бориса Немцова. Очень печальная, очень страшная дата в истории новейшей России. Я считаю, что нет ничего более отвратительного, чем подобные убийства и вообще убийства человека, особенно по политическим мотивам. Будем помнить Бориса Ефимовича, будем вспоминать. И его смерть не должна для нас пройти бесследно. Это всегда будет назиданием, это всегда будет упреком для нас, во что может превратиться государство, если мы не будем должным образом за ним приглядывать. Прошедшая неделя была рассечена праздником 23 февраля, но тем не менее и сами праздники, и дни, последовавшие за ними, были начинены очень существенными событиями в жизни республики, и мы о них сегодня поговорим. Самым ярким, естественно, и самым громким событием минувшей недели было задержание и арест вице-премьера правительства республики Башкортостан, министра жилищно-коммунального хозяйства Бориса Беляева. Для многих неожиданностью было 25 февраля утром Борис Беляев был задержан сотрудниками Следственного комитета при содействии Федеральной службы безопасности и помещен в камеру предварительного заключения. Описать кратко шок, который вызвало это в правительстве и в широких кругах общественности, наверное, невозможно. Вице-премьер правительства республики Башкортостан, пожалуй, что не арестовывался никогда ни в новейшей, ни в старейшей истории республики. А учитывая то, что сейчас под арестом находятся уже два действующих члена правительства республики, это уже начинает наводить на всевозможные печальные мысли. Собственно, конечно, я лично предсказывал этот арест. И в контексте именно ареста господина Кучербаева в том смысле, что, конечно же, эти два товарища идут по одному делу, а именно по делу об общественных сооружениях города Кумертау. Но, однако, я точно знаю, что это еще не финал, и это еще не вся история, которая наверняка будет размотана Следственным комитетом. Очень важно понять, будет ли Следственный комитет и иные силовые структуры, присутствующие в республике Башкортостан, заниматься реальной, настоящей, современной деятельностью господина Беляева. Я имею в виду расследование деятельности его в части вот этой организации башкирских двориков, всевозможных капремонтов и прочих-прочих вещей. Гигантские суммы прошли через руки господина Беляева в последнее время, во время, когда он стал министром ЖКХ, а впоследствии и и вице-премьером правительства республики Башкортостан. Эти истории значительно более интересны. На самом деле, ими тоже нужно интересоваться, и, насколько мне известно, по этим историям тоже есть предварительные материалы о силовых структур республики. А то, что касается дела об общественных сооружениях в Кумертау, в поселке Маячном, тут, конечно, дело яйца выйденного не стоит, в том смысле, что оно абсолютно очевидно. И Кучербаев, и Беляев абсолютно точно должны получить реальные сроки за вот это дело. Здесь надо быть, наверное, первокурсником Юрфака, да еще и образца тех времен, когда там преподавал Радий Фаритович, чтобы не смочь расследовать это дело. Там все очень понятно и однозначно. Ущерб государству 95 миллионов рублей однозначно нанесен. И вот тут государство, наше любимое, должно проявить принципиальность. Ведь когда какой-нибудь мелкий бизнесмен утаит от него 5 или 10 тысяч налогов, то его сразу же хватают за шкирку и тащат в куцуску. Зачастую люди за меньшие суммы, за мизерные суммы нарушений проводят месяцами, а то и по полгода в предварительном заключении, расследуют их деятельность, выясняют их злодейство в экономическом плане. А здесь абсолютно четко понятный ущерб государству на 95 миллионов рублей. Даже на двоих, на этих двух героев, и Кучербаева, и Беляева, если не будут выяснены еще интересанты, однозначно здесь хватает на нормальный реальный срок. Я уже говорил о том, что нужно задуматься, как же это случилось. Беляев что, просто из хулиганских побуждений принял на баланс города вот это вот неработающее очистное сооружение? Конечно же нет. Что-то, какой-то мотив у него обязательно был. А какой может быть мотив у чиновника? Любовь, ненависть, страсть? Ну ладно, оставим это для билетристики и какого-нибудь фантастического фильма. У чиновника в Российской Федерации один мотив – только деньги. Соответственно, здесь, наверное, не надо быть героем и гением дедукции, чтобы понять, что подписывая и принимая на баланс города этот объект, неработающий, заведомо известный неработающий, и тут уже тоже рассуждать не о чем, Беляев, ну, безусловно, очевидно, как мне предполагается и кажется, преследовал какие-то корыстные интересы. В общем, мы должны наблюдать за этим делом с пристальным вниманием. Если даже Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, прокуратура и прочие органы правопорядка не сочтут необходимого расследовать деятельность господина Беляева в бытность его членом правительства Республики Башкортостан, что странно, то в любом случае он точно должен получить реальный срок и должен отправиться в колонию. А теперь немного о реакции, которая случилась в обществе и в медиапространстве в связи с арестом господина Беляева. Ну, конечно, шуму гаммы было много, и пресс-служба правительства и пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства отрицали долгое время сам факт ареста господина Беляева. Ну, пресс-служба самого правительства вела себя привычно непрофессионально, то есть, как бы, это объяснимо, судя по тому, кто там работает и чем там занимается, несмотря на десант вот этих замечательных московских девушек. Однако, важнее, как среагировало общество, как среагировали простые граждане на это все. И вот тут меня, честно говоря, немножко насторожила эта реакция. Знаете, конечно, 99,9% простых людей просто обрадовались. И вот тут я задался вопросом, а простите, мы чему радуемся? У нас два министра правительства, действующих министров, один из них в том числе еще и вице-премьер правительства, сидят за решеткой, арестованы, так или иначе. Мы радуемся этому? Мы, наверное, должны плакать на самом деле, если у нас выясняется, что многочисленные министры в нашем правительстве, то есть, не одиночные случаи, люди, которых можно взять и арестовать. У них есть для этого основания, имею в виду, силовиков. То есть, тут надо плакать, а не радоваться. Тут нужно задаться вопросом, собственно, что происходит, по какому принципу набраны эти люди, кто их туда набрал, если их берут, арестовывают уже там не по одному, а по два в месяц вообще. Вот это важнее. То есть, злорадство на самом деле должно уходить на второй план, иначе мы превратимся окончательно в каких-то врагов. То есть, с одной стороны баррикады будет вот это правительство, и с другой стороны будем мы, простые граждане. И мы будем радоваться, когда на той стороне баррикад случится какая-нибудь потеря. То есть, мы на самом деле переходим в какое-то состояние войны с собственным правительством. Очень пристальное внимание людей и жителей республики было приковано к тому, как провели вот эти трехдневные праздники первые лица нашей республики. В очередной раз нас, конечно, порадовал Саша Сидякин, глава администрации Хабирова, который, ничтоже сумняшше, отправился на отдых в Дубае. Невзирая на то, что республика находится в очень тяжелом общественно-экономическом положении, собственно, в которое в том числе вверг его и господин Сидякин своими историями про объединение вузов и прочие, значит, скандалы, которые он регулярно нам организовывает, Саша махнул на все рукой и в обнимку со своей молодой и симпатичной сожительницей отправился кутить в Дубае. По данным наших башкирских СМИ, Саша никак не ограничивал себя в расходах. Ну, например, один из только ужинов его обошелся примерно в три средние пенсии жителей республики Башкортостан, и это только поужинать с девушкой. Ну, и проживание в шикарных гостиницах и прочие-прочие прелести. Там уже даже некоторые СМИ перечисляли, чем питается США в Дубаях. Но это, конечно, ужасно звучит для тех, кто живет там на 15-17 тысяч в месяц. Ну, собственно, как говорится, по доходам и расходам. Кстати говоря, действительно неплохо было бы посчитать доходы и расходы США Сидякина, несмотря на то, что его сожительница ведет, опять же, по сведениям нашей прессы, весьма обширный и успешный бизнес, в том числе и лифтовой, как утверждают некоторые СМИ. Хотя я до сих пор уже в этом продолжаю сомневаться. Честно говоря, не производит она впечатлений матерой лифтерши. Вероятнее всего, если даже она и причастна к этим вещам, то она всего лишь какая-то ширма. В противовес собственному главе администрации Хабиров провел эти праздники, пожалуй, что скучно. А именно за чтением оппозиционной литературы я имею в виду книгу господина Каца и в соавторстве Варламова «Сто советов мэру». Я не знаю, кто посоветовал Хабирову эту книгу к прочтению. Я не знаю, знает ли Хабиров о том, кем является на самом деле господин Каца и насколько он близок к Навальному. Но, тем не менее, вольно или невольно, Хабиров в своих социальных сетях в эти праздники прорекламировал книгу именно Каца. Все это было действительно очень смешно. Совершенно непонятно, когда была сделана фотография. У многих поклонников теории заговора сразу же появились готовые решения объяснения тому, что Хабиров пропал на несколько дней из публичного пространства. Он зацепил несколько рабочих дней. Были отменены встречи, было отменено оперативное совещание сразу же после праздников, ловко подмененные на внезапный объезд помоек. Но, тем не менее, факт остается фактом. Хабиров действительно выпал из пространства на несколько дней. Появился он только, по-моему, 26 числа на транспортном часе. И, в общем, как-то вот это вызвало интерес. Но тут появились, конечно, уж какие-то совершенно завиральные версии о том, что он сделал себе пластическую операцию неудачную, и что он там где-то там в клинике в Москве ее пытается исправить. Но, на мой взгляд, ради Фаридовича пока еще рановато делать пластику лица, и все у него там более или менее в порядке. Но важен факт вот этого интереса. Стоит главе исчезнуть там на 3-5 дней, и тут же начинается вот это вот причитание, куда же делся наш дорогой Ради Фаридович. С одной стороны это лестно, с другой стороны это, конечно, немножко тревожно. До и сразу же после праздников Защитника Отечества в Уфе начался новый танец с бубнами. Я имею в виду обсуждение об устройство пешеходной зоны. Уже на моей памяти, наверное, 10-й раз в Уфе начинается это обсуждение, но в этот раз все было очень интенсивно. Господин Байден наотрез заявил, что каждое здание на улице Октябрьской революции теперь он считает памятником, и в целом всю эту улицу он считает памятником. Собственно, к этому и шло. Сначала улицу изнутри застроили новыми стеклянными коробками и полунебоскребами, а потом все, что осталось, вот эти гнилушки, которые стоят фасадами к проезжей части, объявили памятниками. На самом деле количество памятников, ну, официально признанных таковыми на этой улице, ничтожно мало. Остальное это действительно вросшие в асфальт по окна первого этажа, домишки, кривые косые, обезображенные поздними пристройками. Я не знаю, как господин Байден будет потом из этого делать конфетку, но тут прилетела радостная новость, что компания «Башнефть» согласилась профинансировать обустройство вот этой улицы как пешеходной, и дальше понеслось. Фестивали, праздники, раздачи подарков, назначения главных и организации оргкомитетов. Ну, обычно в таком порядке у нас происходит вот это все. Ну, предвосхищение чудовищного распила всевозможных денежек, которые потом будет очень сложно посчитать, потому что это же почти искусство, это же всякий арт и прочее, прочее. В общем, завизжала, заверещала вся эта наша арт-общественность, всякие гагины и байдины. Но у меня есть с этим всем несколько вопросов. Заточен ли весь этот фестиваль только под то, чтобы в конечном итоге отдать основной бюджет все тому же Капкову? Это самый важный для меня вопрос. Не смущает ли наших доморощенных урбанистов то, что улица Октябрьской революции резко уходит вниз, ну или вверх, смотря с какой стороны по ней идти? И, в общем-то, нет примеров в городах вот таких пешеходных улиц, которые имеют подобный перепад высот. Это чрезвычайно неудобно для пешеходов как вниз, так и вверх. Еще вопрос. Не смущает ли нашу мэрию и наших дорогих урбанистов то, что перекрытие и превращение в пешеходную улицу Октябрьской революции окончательно парализует движение в этой части города? И надежды на наших транспортников никакой, потому что они с меньшими проблемами справятся не в состоянии. Есть ли транспортное решение этой идеи? Ну и, собственно, почему бы не рассмотреть какой-нибудь альтернативный вариант? У нас же, например, все еще осталась улица Мустая-Карима, которая идеально подходит для обустройства в виде пешеходной, в том числе и географически. Потому что, давайте говорить честно, улица Октябрьской революции все-таки находится на периферии от центра города Уфы, и все вот эти гниушки, вросшие в асфальт, вовсе не являются настоящими памятниками. Давайте честно. А красиво и привлекательно для туристов и жителей Уфы, наверное, было бы сделать улицу Мустая-Карима пешеходной, хотя бы от улицы Достоевского до гостиного двора. Ну, собственно, вот это все вопросы, а это не только мои вопросы, это и вопросы, которые, в общем-то, есть у любых здравомыслящих жителей города Уфы, но просто не все их высказывают. Ну, и во всей этой истории с пешеходной улицей, вишенкой на торте, явилась история, которая случилась между Хабировым, Варламовым и Кацем. Я уже говорил о том, что Хабиров прочитал книжку Каца Варламова по поводу «Сто советов мэру», и сразу же в этом же своем посте в социальной сети Хабиров пригласил в гости в Уфу Варламова и Каца, которые мгновенно согласились. Ну, как известно, власти наши на все вызовы отвечают пресс-завтраком коммерсанта, соответственно, вот, видимо, на этот пресс-завтрак коммерсанта и будет приглашен Кац Варламов. Будет замечательно, интересно посмотреть, чем это все закончится. Я очень надеюсь, что Варламов не попросят в обмен на лояльность два клуба и жилплощадь, как это сделал Монсон. Надеюсь, что мы потянем услуги господина Варламова в части одобрения действия мэрии Уфы. В общем, будем наблюдать, внимательно наблюдать, и будем, как говорит один киногерой, трезво ужасаться тому, во что превратится Уфа после того, как улица Октябрьской революции станет пешеходной. Мы бесконечно благодарны нашим зрителям и подписчикам за ту помощь, которую они нам оказывают. А помощь эта бывает разной. Можно поставить просто лайк, нажав на пальчик вверх. Это бесплатно и быстро. Можно прокомментировать и задать вопрос в комментариях. Можно помочь каналу материально, перечислив деньги на тот счет, который мы указываем в каждой передаче. Обязательно указывайте с пометкой пожертвования. За все это мы очень вам благодарны. Это все нам очень помогает. Продолжайте это делать. Привлекайте к этому друзей и знакомых. Подписывайтесь, лайкайте, жертвуйте канал. Пришло нам время поговорить о телеграм-каналах. В последние два года в Уфе, в Башкирии вот эта движуха с телеграм-каналами приобрела совершенно нездоровые масштабы. И, собственно, как все, что привносит в нашу медийное пространство господин Мурзагулов, в технологии эта весьма устаревшая. Уже давным-давно в Москве была обкатана технология работы с телеграм-каналами и выглядит она примерно следующим образом. Как известно, прелесть вообще платформы телеграм в том, что там можно быть абсолютно анонимным. И вот в телеграме создается через подставной, желательно иностранный телефонный номер, некий анонимный канал, и он начинает работать. Через этот канал время от времени передается некая информация, которая нужна его хозяевам и теми, кто за ним, за этим каналом стоит. Вбрасывается информация, потом по договоренности она подхватывается каким-нибудь СМИ, каким-нибудь там башенформам, коммерсантам или каким-нибудь эхом Москвы, и дальше эта информация легализуется без указания источника. По сути, СМИ начинают ссылаться, а вот мы в телеграм-канале прочитали. Вот это самый тонкий момент в этой всей технологии. Нормальный, как бы, читатель, потребитель информации должен задать вопрос, ребята, вы что, вы откуда черпаете информацию? Но этот момент проходит, как правило, мимо внимания, потому что уважаемые СМИ уже выдают эту информацию. И дальше понеслось, поехало. Таким образом, легитимизируется абсолютно непроверенная ложная информация, она легитимизируется в публичном пространстве уже через договорные публикации в СМИ. Вот примерно так это выглядит. Это давно и плодотворно уже откаталось в Москве, и в Москве это перестает работать, но с приходом сюда господина Мурзагулова вся эта технология пришла и в Башкирию. Именно по этой технологии на прошедшей неделе была отработана новость об якобы аресте в Вене Урала Рахимова. Некий безымянный и бесхозный, по крайней мере, на первый взгляд, канал вбрасывает эту новость. Послушные СМИ, Башинформы, Эхи Москвы и даже некоторые районные газетки охотно и сразу же оперативно подхватывают эту, казалось бы, иностранную новость и распространяют по территории Башкирии. Ну, очевидно, что тут была дана команда, и все, значит, там это все сразу же перепостили. И вот тут как раз-таки, казалось бы, стала нарастать волна вот этой всей истерии, но случился арест Беляева буквально на следующий день. Это все, конечно, подрубило крылья птички Мурзагулова, но любопытно, что широкая общественность связала эти два события. Поняв, что Урал Муртазович вовсе не арестованный, кстати говоря, господин Макаренко и его адвокат достаточно оперативно опроверг эту информацию, все почему-то связали вброс Мурзагулова с арестом Беляева. На самом деле это абсолютно не связанные события никак. Так, и, собственно, это, конечно, такое трагическое для Ростислава совпадение, которое только подчеркнуло вот эту всю лживость конструкции его технологий и выявило вот эту вот проблему, например, с качеством нашего правительства, когда второго министра за месяц, значит, одевают в наручники. Собственно, вот мы получили четкую иллюстрацию того, как работает вот эта Телеграм-технология. К чему, собственно, я призываю? Я призываю к тому, что, во-первых, задумываться об источниках информации, внимательно, даже если вы пользуетесь и внимаете информацией Телеграм-каналов, старайтесь разбираться, кто за ними стоит, кто подает эту информацию. То есть вот мы лица не скрываем, мы даем информацию, иногда мы ошибаемся. Сегодня, кстати, об этом пойдет речь. Мы стараемся исправлять свои ошибки, если наши оппоненты настаивают, мы идем в суды и тому подобное, чего, собственно, не случается с Телеграм-каналами. Помните, что Телеграм-каналы не отвечают за свою информацию, а вы будете отвечать за ее распространение. В том числе это касается Башинформа, который, например, в той или иной форме все-таки опубликовал информацию об информации об аресте Урала Рахимова. То есть мне интересно, а по нынешним законам Башинформ ответит за фейк-ньюс, а все вот эти районные газетки ответят за фейк-ньюс, а они расскажут нам, кто им дал поручение вот это все публиковать. Вот это очень интересно. А теперь немного конкретики по поводу Телеграм-каналов, и я попытаюсь приоткрыть завесу анонимности над некоторыми из них, по крайней мере предположить, кто мог бы стоять за ними конкретно. То есть по поводу некоторых каналов есть, условно говоря, оперативная информация о том, кто ими занимается и кто ими руководит. По поводу иных каналов есть только предположения, например, на уровне стилистики. То есть вот конкретно про достаточно скандальный и очень злобный канал Техас Хабирова, который, очевидно, действует в интересах самого Хабирова, здесь я могу сказать, что стилистически это очень похоже на Шамиля Валеева. Я не готов утверждать на 100%, но тексты исключительно похожи на то, что способен делать Шамиль Валеев. Это действительно отвратительно, я имею в виду сами тексты. И является ли Шамиль Валеев их автором, я не знаю, но, по крайней мере, мне так кажется. Есть еще один такой каналчик, Башнабаш. Там несколько авторов и несколько предположительных авторов. Многие утверждают, что вообще-то этот канал ведет Андрей Иванов, который там, значит, у нас заведует правдой ПФО. Но тут я бы с осторожностью относился к подобным предположениям. Есть еще один некий соавтор у этого канала, некий Эдуард Мамяшев. Он же участвует в создании канала «Футляр для Курая», который, очевидным образом, также стоит на стороне Мурзагулова и Хабирова. Вот здесь все достаточно запутано. Но вот про Эдуарда Мамяшева я могу утверждать с достаточной долей уверенности. Про Иванова пока не до конца уверен, хотя иногда стилистически тексты Башнабаш очень смахивают на правду ПФО. А вот телеграм-канал «Тайны уфимских застройщиков», очевидным образом, создает Дмитрий Гинсон. Сионист, лоббист, неудачник, убежавший в Израиль. Однако, доставшись по наследству от Бадикова «Садовому кольцу», Игинсон ругает в своем телеграм-канале всех застройщиков, кроме «Садового кольца». Это очень смешно, не всегда познавательно, но очень поучительно. На самом деле, если вы попали в рабство какому-то из работодателей, даже из Израиля, вам придется отрабатывать плюшки, которые вы получили давным-давно. Резюмируя вот эту лекцию по поводу телеграм-каналов, я бы сказал так. Будьте осторожны в восприятии информации, которую вы получаете из анонимных источников. Всегда подходите критически. Оценивайте, насколько люди доказали свои тезисы, насколько они подтвердили их документами, либо серьезными аргументами. Задумывайтесь время от времени, что если перед вами какой-то конкретный отчаянный вброс, как вот про Урала Рахимова, задумайтесь, зачем это нужно было. Потому что конкретно про Урала Рахимова вброс был сделан только для того, чтобы отвести внимание, например, от накалившейся обстановки вокруг объединения вузов, от вообще негатива в отношении действующего руководства Республики Башкортостан, решили свалить, как говорится, на другую голову. Решили вытащить на поверхность старые истории. И так далее, и так далее. Вот это был классический пример попытки отвлечения. Причем такими устаревшими, замшелыми способами, которые все еще практикуют Ростислав Мурзагулов. В одной из предыдущих передач я с гневом говорил о том, что Хабиров, критикуя и наезжая на некоторых из застройщиков, в Уфе обошел своим вниманием ситуацию на улице Армавирской 5А, где, как я тогда предполагал, третий трест пытается воздвигнуть высотку на 332 квартиры с ничтожным количеством парковочных мест. И там местные жители очень обеспокоены этой историей. Так вот, во всей этой истории есть некое продолжение и на самом деле даже опровержение. Мне нисколько не стыдно того, что я опровергаю собственные слова, потому что не всегда успеваю глубоко погрузиться в информацию, а иногда мне, кстати говоря, подсовывают дезинформацию. Так вот, на самом деле на улице Армавирской 5А действует не ООО «Девелопер», которое принадлежит третьему тресту, а ООО «СТ-Девелопмент». Тут дьявол в деталях, всего в одной букве. Именно ООО «СТ-Девелопмент», которое пытается строить дом на Армавирской 5А, не имеет никакого отношения к третьему тресту. Вот, к своему сожалению, в плане того, что я ошибся и наговорил лишнего на ни в чем не повинных людей, я констатирую этот факт. Но с этим ООО «Девелопмент» не все так просто. Как выясняется, оно имеет некое отношение к господам Тухватулину и Шаяхметову, тем самым чиновникам мэрии Уфы, которые арестованы. И именно эти чиновники возглавляли структуру, выдающую разрешение на строительство. И именно вот это ООО «Девелопмент» получило единственное разрешение в начале 2021 года. Я надеюсь, что следователи, которые сейчас расследуют злодеяния господ Тухватулина и Шаяхметова, обратят внимание на их причастность к вот этому ООО «Девелопмент» и о странном разрешении на строительство дома на 332 квартиры и 23 парковочных места. Я надеюсь, что этот эпизод тоже будет вплетен в их криминальную судьбу и надеюсь, что они получат должную оценку правоохранителей, а впоследствии и суда. Также я надеюсь, что я очистил честное имя третьего треста. Еще раз повторю, третий трест вот к этой стройке на Армавирской 5А никакого отношения не имеет. И вот тут злую шутку сыграло вот это созвучие названий ООО «Шек». Хотя вполне возможно, что господа Тухватулин и Шаяхметов намеренно назвали свою ООО «Шку» неким созвучным образом, чтобы запутать ситуацию. Праздники и отказ Хабирова участвовать в регулярной оперативке на этой неделе вызвали некий провал в наших эфирах. Мы его восполним завтра. Завтра у нас 29-й стрим в 8 часов вечера. Подключайтесь к нашему каналу, поговорим вживую. Надеюсь, что все будет так же интересно, как и в прошлый раз. Вопросы лучше всего присылайте в комментариях вот к этому сейчас идущему видео. Так я быстрее их увижу и постараюсь на них ответить. Честно признаться, в последние недели, в последние стримы я начал терять вопросы, потому что они стали приходить из очень разных источников, сложно их сводить в одну точку. Я думаю, что мы как-то сведем, наверное, технологию, и к тому, чтобы вопросы задавались, например, под последним видео на нашем канале, которое предшествует стриму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!